Сейчас о внешней политике, о происходящем в мире, о международных процессах и о том, какое, собственно, в них место занимает Россия, говорят, наверное, больше всего. И что неудивительно, потому что мы переживаем настоящий перелом события, которые, безусловно, носят исторический характер. Наверное, можно говорить, что завершается целая эпоха, эпоха, как минимум, в российской политике, а может быть даже и шире, поскольку те процессы, те тенденции, которые накапливались после Холодной войны, примерно, можно сказать, от 25 лет, То есть, если отсчитывать от событий крушения коммунистического блока в Восточной Европе, вот буквально сейчас, там, чуть не каждую неделю какие-то круглые даты с этим связаны, там, и съезд народных депутатов СССР, и выборы в Польше, там, новое первое правительство, Тянь-Анмай, ну и так далее. То есть, там, буквально, постоянные события того года, мы все еще прекрасно помним. И 2014 год символически очень ярко, в связи с тем, что все говорили, все очень любят эту магию цифр, когда столетия Первой мировой войны, какие-то всякие были рассуждения, эссе, картины рисовались, и вдруг выяснилось, что таки да. И действительно, как будто бы мир человечества решил доказать самому себе сто лет спустя, что потенциал конфликтов, нестабильности и вполне нерациональных действий, он за сто лет никуда не делся, не уменьшился, а по-прежнему с нами. Обсуждение российской внешней политики, естественно, сейчас носит крайне эмоциональный характер. Мы видим, что думающее сообщество разделилось весьма резко и полярно. И та, и другая сторона имеет вполне убедительные аргументы, хотя и та, и другая сторона, на мой взгляд, иногда от убедительных аргументов переходит к аргументам уже чисто, таким немножко базарным, что замутнеет дискуссию, но, тем не менее, это, в общем, понятно, потому что действительно масштаб происходящего крайне существенный. Я попытался, вот формулируя такую тему, немножко претенциозную, я попытался поставить вопрос немножко иначе, чем мы все время сейчас это обсуждаем, то есть попытаться посмотреть на сегодняшние события и российское поведение сквозь призму каких-то базовых процессов, крупных процессов в мире, понятий, которым мы все понимаем. Мы все привыкли, и они даже стали штампами, но, тем не менее, от этого они не перестали иметь некое содержание, а именно там мировой порядок и проблема статус-кво, как производный мирового порядка и, соответственно, следование этому статус-кво или не следование со стороны крупнейших стран. Вообще, стоит вспомнить, что саму идею нового мирового порядка уже более 25 лет назад, если я не ошибаюсь, в 1986 году, высказал именно наш руководитель Михаил Сергеевич Горбачев, который заговорил сначала о новом мировом порядке, потом о новом политическом мышлении. Опять-таки, те же 25 лет назад, в июле 1989 года, было его очень яркое историческое выступление в Совете Европы, где подумали, что подводится черта под эпохой, когда Советский Союз был совершенно отделен идеологически, ценностно. И вот сейчас, по прошествии этих 25 лет, как раз можно попытаться понять, а, собственно говоря, во-первых, состоялся ли этот новый мировой порядок, по-горбачевски ли или по какой-то другой версии, потому что потом уже, когда не было Горбачева, это понятие подхватило американская сторона и, собственно, дальше уже ее воплощал в жизнь Джордж Буш-старший и так далее. И насколько вот эта вот судьба мирового порядка оказалась связана с нашей, собственно, Родиной, которая так уж вышла, играет все эти 25 лет, и особенно на переломных моментах, как тогда, так и сейчас, совершенно решающую роль. Хорошо это или плохо, нравится нам это или нет, и к чему это приведет, это вопрос другой, но вот, что называется, поневоле, именно поневоле, потому что, по-моему, и тогда, и теперь происходящее не является результатом какого-либо плана, а, скорее, ход событий определяет поведение, Россия, тогда Советский Союз, теперь Россия находится в его центре. Вообще, сам переломный момент мироустройства в конце 80-х, начале 90-х, конечно, напрямую связан с Советским Союзом, потому что из-за него, собственно, он и произошел. Советский Союз был одним из двух столпов мировой системы. Эта мировая система, которая именовалась Холодной войной, была при всех ее резко неприглядных и отрицательных сторонах предельно стабильной, пожалуй, беспрецедентно стабильной в мировой истории, поскольку такого вот абсолютного баланса сил, к тому же еще закрепленного ядерным сдерживанием, то есть угрозой взаимного ядерного уничтожения, не было до и, наверное, уже не будет после вот такого именно двойственного, что ли, правления миром. В 1991 году одна из опор этого мира исчезла. Причем обрушение статуса, на мой взгляд, наверное, можно оспорить это, но мне кажется, что столь резкого и быстрого обрушения просто не было в мировой истории. Империи распадались и раньше, геополитические общности и структуры меняли свой статус и раньше, это было, было, есть и будет, но вот такого резкого падения, когда, ну, я немножко утрирую, но все-таки там, условно говоря, в начале декабря 1991 года, это еще была страна вот именно опора этой системы, еще Михаил Сергеевич Горбачев вел переговоры с остальными по поводу ближневосточного урегулирования, там, мандритские процессы и так далее, то есть на уровне вот властелинов мира. А, условно говоря, в начале января 1992 года это уже была страна, которая была просителем, реципиентом гуманитарной помощи и критически зависимой от внешней поддержки тех сил, тех стран и сообществ, которые еще недавно воспринимались как противники. Понятно, что это немножко упрощение, потому что процесс начался несколько раньше, но все равно, даже если брать весь процесс, то есть он занял такое короткое время, что вот столь резкого обрушения, на мой взгляд, никогда раньше не было. И это во многом, как мне кажется, определило дальнейшее поведение России, психологию, что ли, нашей внешней политики, которая при всех президентах, понятно, что разница между ними гигантская, но при всех президентах задачей, в общем, была одна и та же, это восстановить позиции страны не как сверхдержавы, конечно, но как значимого мирового игрока, как страны, которая, то есть, ну, она не исчезла с мировой геополитической арены вместе с крушением Советского Союза. Способы, средства были разные, естественно, потому что Россия, ну, там, не знаю, 92-го года, 95-го и 2005-го, или там, 2011-го, это совсем разные ситуации, разные арсеналы, разные инструменты в распоряжении и разные возможности, но сама цель оставалась, то есть, если при президенте Ельцине вот это восстановление статуса прежде всего виделось как вхождение в некое сообщество влиятельных стран на каких-то условиях, сначала почти на любых, потом постепенно они как-то формулировались, но цель, тем не менее, была такая, то постепенно, естественно, цель становилась все более амбициозной, то есть, это было уже не просто вхождение, а вхождение в каком-то качестве, потом это уже было, значит, претензия на равноправные отношения с наиболее влиятельными силами и так далее, и так далее. Но вот эта вот задача вернуть статус, как мне кажется, она не менялась. При этом понятие статуса страны, державы в мире напрямую связано с общей ситуацией, естественно. Статус не бывает в вакууме, это часть, место в иерархии, которое существует. И здесь тогда возникает вопрос, а был ли вот этот самый статус-кво, в который пыталась строиться Россия все эти годы и уже теперь десятилетия. И здесь, мне кажется, существует как раз принципиальное расхождение во взглядах между российским руководством сегодняшним и, по крайней мере, частью тех, кто занимается внешней политикой здесь, и, скажем, Западом. Потому что на Западе, само собой разумеется, считается, что этот новый мировой порядок после конца Холодной войны и крушения Советского Союза наступил. Никогда это не было сказано прямо, открыто и зафиксировано, самое главное, в каких-то документах. Но, естественно, все исходили из того, что Советский Союз Холодную войну проиграл, Соединенные Штаты Холодную войну выиграли, их союзники. И, исходя из этого, как всегда бывает в истории, то есть победитель в каком-то противостоянии, он формулирует новые правила, по которым живет остальной мир. Россия на первом этапе своего развития принимала такую картину, вначале с энтузиазмом, потом с меньшим энтузиазмом, но тем не менее. В какой-то момент стали возникать сомнения в том, что этот статус-кво, этот порядок мировой, он вообще состоялся. И сомнения эти возникали по мере нарастания сложностей у лидеров мировых, у Соединенных Штатов прежде всего, но потом и у Европейского Союза, сложностей с реализацией своих лидерских функций. Россия никогда, даже в период проклинаемой сегодня Козыревской дипломатии, но даже в этот период Россия никогда не солидаризовалась полностью с подходами Запада. Скажем, если вспомнить Югославские войны, особенно Первую Боснийскую войну, у России не было много возможностей, поскольку действительно она критически зависела от внешней финансовой помощи, ну и вообще была в достаточно слабом состоянии. Но, тем не менее, Россия никогда в силу возможностей, которые тогда были, она пыталась каким-то образом сопротивляться, корректировать выплеском вот этого недовольства и подавляемого эго. 15 лет назад был знаменитый рейд на Приштину и захват аэропорта после принятия Советом Безопасности резолюции по Косово. Это была акция абсолютно бессмысленная со стратегической точки зрения, которая не повлекла за собой ничего, потому что Россия потом сама добровольно ушла и из аэропорта, и из аэродрома, и потом, собственно, из Косово, из Боснии, поскольку не видела каких-то интересов там на Балканах. Но символически это было очень важно для многих показать, что мы не согласны. Мы, к сожалению, не можем что-то сделать, но мы не согласны. Как бы то ни было, вот эта двойственность с пониманием, возник этот самый статус-кво или не возник, вот вначале ее можно было игнорировать, потом ее можно было каким-то образом не обращать слишком большого внимания, Но в какой-то момент разница между декларируемым и реальным стала постепенно выступать на первый план. Иными словами, тот факт, что новый мировой порядок после Холодной войны не базировался на каких-то договорах международных, То есть всегда любые конфликты заканчивались подписанием, заканчивались мирными конгрессами, мирными конференциями, которые фиксировали вот этот самый новый порядок и новые правила. Победители их формулировали, побежденные с ними формально же соглашались, ну и, собственно, и жили до следующего момента, когда назревал потенциал нового конфликта и новое столкновение, новый конгресс и так далее. Поскольку Холодная война не стала тем самым, не стала горячей, слава тебе Господи, но после Холодной войны, которая стала не до войной, не наступил мир, наступил не до мир, то есть мир не зафиксированный формально. Ну, можно говорить о том, что такими фиксаторами были там Харти для Новой Европы 90-го года, там какие-то договоренности по ОБСЕ, но все они заключались, вернее, часть из них вообще заключалась с Советским Союзом, которого потом не стало и, соответственно, как бы многое обнулилось. То есть, другая часть носила характер деклараций, а не юридически обязывающих документов. В результате вот это противоречие между тем, что все понимают, кто победил, кто проиграл, но при этом формально это нигде не зафиксировано, оно стало как-то вот выпирать на первый план, нарастать. В результате Россия все больше, еще даже, вот повторюсь, еще даже при Ельцине, вот эти последние, последний период, он был, так сказать, наполнен раздражением, неудовлетворенностью своим статусом, и тем более потом, когда потенциалы, возможности России стали увеличиваться, с другой стороны, Запад, который, ну, исходил из того, что Холодная война выиграна, и, собственно, что, какие вопросы, больше, почему какие-то претензии. Как мне кажется, самое яркое выражение эта позиция нашла в деятельности администрации Джорджа Буша, когда вот конфликт с Россией был вызван не тем, что они как-то там, там, ну, консерваторы как-то Россию особенно гнобили, ненавидели, а именно тем, что они Россию, ну, ключевые фигуры, такие как Дик Чейни или Дональд Тапс, они Россию просто в упор не видели. А кто это такие? Холодную войну проиграли, пусть сидят и не вякают. Почему должны обращать на них внимание? При этом, вот на фоне этого самого раздражения растущего, Россия, тем не менее, на каждом этапе пыталась в этот статус-кво, в этот мировой порядок, который пусть не был декларирован, но фактически реализовывался, пыталась встраиваться разными способами, начиная от желания вступить во все возможные организации, которые олицетворяли этот мировой порядок, начиная там с большой восьмерки, из которой мы теперь благополучно вылетели, и заканчивая там всем остальным, вплоть до ВТО. И даже некие абстрактные, но все-таки существовавшие рассуждения по поводу НАТО, какие-то там мечты по поводу европейского выбора, может быть не в ЕС, но в этом направлении, все это было. И тут вот, на мой взгляд, наступает главное противоречие вот этого всего периода, когда Россия все время пыталась встроиться, ну, на меняющихся условиях и с меняющимся настроем, но пыталась встроиться в этот самый статус-кво, который при этом начал рассыпаться. Потому что не по нашей вине, не по вине кого-то конкретно, но в целом оказалось, что вот эта вот система, которая там моноцентричная, с одним лидером, она просто не может существовать. Нет страны, даже такой мощной, как Соединенные Штаты, которая в состоянии миром управлять одна. И вот здесь началось вот это вот внутреннее недовольство, которое было связано с удовлетворением собственным статусом, стало усиливаться некой растерянностью, может быть, осознанной, может, неосознанной, от того, что даже попытки туда встроиться и даже иногда пойти на какие-то, не иногда, а часто пойти на какие-то компромиссы, не получается, потому что как только мы начинаем встраиваться, тут уже все рассыпалось, и уже говорят, нет, теперь вот будет по-другому. И, как мне кажется, это постепенно толкало, в том числе, к тому, что это бессмысленно, потому что, ну, а куда, что? Мы, там, не знаю, 18 лет вели переговоры о вступлении во Всемирную торговую организацию, добились, как все специалисты говорят, неплохих условий, при этом вступили в нее ровно тогда, когда уже во всем мире говорят о том, что Всемирная торговая организация переживает серьезный кризис, потому что возникают другие принципы, там, не знаю, те же самые Соединенные Штаты формируют преференциальные торговые блоки уже на других основаниях и так далее, и так далее. И вот эта вот гонка, бега на перегонки с рассыпающимся вокруг миром, в попытках сначала в него встроиться и, в общем, играть по правилам этого статус-клону, пытаясь повысить свой потенциал, неспособность этого сделать, все это привело к тому, что в какой-то момент, мне кажется, это примерно совпало с возвращением Владимира Путина на президентский пост два года назад, вот наступил такой какой-то ступор, что если почитать его предвыборную статью, которая очень интересный документ с точки зрения вот анализа его взгляда на мир, там как раз главная мысль такая, ребят, что вы делаете вообще, что такое, все рушится, все сыпется, а вы только еще усугубляете этот процесс. И подходя вот к сегодняшним событиям, в какой-то момент, когда вот этот статус-клон по-прежнему все считают существующим, Россия уперлась, по своим ощущениям, уперлась в какой-то предел повышения своих возможностей внутри существующей системы, система сама, непонятно вообще, будет или не будет, стремительно начала меняться, особенно последние 4-5 лет после экономического кризиса, когда уже появляются на мировой арене игроки, которые просто говорят, что мы не будем, они не бросают никому вызов, но они просто ведут себя иначе, чем от них ожидали. Те страны, которые раньше, скажем, вообще никакой самостоятельной роли не играли, там как Турция, а сейчас вот она просто уже, оставаясь членом НАТО, тем не менее ведет абсолютно свою политику. И вот в этих условиях Украина стала тем обвалом, что ли, когда выяснилось, что все, кто пытаются проводить какую-то линию, во-первых, они сами не успевают за ходом деконструкции, за ходом эрозии этой системы, во-вторых, когда они что-то делают, достаточно лихорадочно, результат получается в общем противоположный. И выпадение постепенное из правового поля всех участников, в России, естественно, не исключение в данном случае, привело к тому, что, вот как мне кажется, Украина именно знаменовала тот самый рубеж, после которого говорить даже об остатках прежней системы невозможно. То есть все, это уже не работающая модель мирового устройства. И те в России, кто утверждали, что никакого, значит, мирового порядка-то и не возникло, они теперь просто говорят, его и не возникло, ну и все, и почему мы, собственно, должны быть связаны какими-то обязательствами. Что будет дальше, довольно трудно предсказать, потому что Россия выскочила на уровень, пробила головой потолок и выскочила на уровень, который, во-первых, ну, крайне высокие ставки, то есть это действительно игра ва-банк получилась. Я даже не знаю, сознательно или нет, не исключено, что даже и не сознательно, это просто со стороны Москвы, Кремля, Путина, это тоже было, ну, реактивно. То есть вот то, что происходило на Украине, я как раз полагаю, что еще в середине февраля представить себе вот дальнейшее развитие событий никакой стратег ни в Кремле, ни в Белом доме, конечно, не мог. И теперь, значит, мы как бы находимся в фарватере, являемся флагманом нового этого самого мирового порядка, который должен-таки начать формироваться на обломках старого. Но при этом все понимают, я думаю, что и у нас тоже, что Россия не обладает потенциалом, прежде всего экономическим, необходимым для того, чтобы действительно эту роль выполнять. И сейчас вот какое-то возникло зависание, потому что, ну, не знаю, будет ли, надеюсь, что будет какое-то умиротворение на Украине, но это уже не решает проблему, потому что на Западе, прежде всего в Соединенных Штатах, принципиальное решение о том, что Россию надо осадить, остановить и сдержать, уже фактически принято, и это не зависит от того, будет там сейчас дальше Украина ухудшаться ситуация или нет. А, естественно, на это с большим интересом смотрят наши азиатские партнеры и друзья новые, которых это все устраивает, потому что они как раз относятся к числу тех стран, которые не хотят бросать вызов и не собираются это делать, но с удовольствием воспользуются любыми чужими действиями для ослабления нынешнего мирового лидера. И Россия, по-моему, сейчас застыла. Вот даже если посмотреть, ну, саму, ну, не знаю, публичную часть, то есть пропагандистскую часть происходящего, возникло какое-то такое недоумение, потому что там одна часть общественности разочарована тем, что Путин не вводит войска, чтобы защитить Донецкую Народную Республику, другая часть, наоборот, удивляется, почему он, в конце концов, не отмежевывается от этих, значит, борцов и уже не начнет урегулировать ситуацию. А у нас, как мне кажется, вот это вот внутреннее непонимание, где мы, собственно, оказались, то есть как мы туда стремились, но теперь не очень понятно, а, собственно, что с этим делать. Вот это сейчас как-то начинает ощущаться, и самое яркое свидетельство этого, что совершен очень резкий внешнеполитический шаг, который меняет ситуацию и который делает возвращение к прежней модели отношений с тем же Западом невозможным, но при этом, очевидно, совершенно не существует какого-то альтернативного плана, любого там, я сейчас не беру, там, мобилизационного, либерального, какого угодно, который бы предусматривал переход к новой модели. То есть вот это вот совершен прорыв, который теоретически дает возможности, при этом создает массу рисков. Россия выступила как бы в роли ревизиониста, то есть пересмотра того порядка, в который она сама не верила, но другие, там, ее контрагенты западные, они считали, что он существует. И вот что теперь делать с этим вынужденным ревизионизмом, не очень понятно. Очевидно, что ключ ко всему лежит в экономической сфере, то есть Россия не может выступить флагманом нового мира именно по той причине, что она не обладает экономическим потенциалом, но поскольку это не приобретается не только быстро, но и даже достаточно длительно, а уже мы туда выступили, то есть я так предполагаю, что мы можем ожидать очень любопытного периода, когда придется компенсировать экономическую слабость достаточно жесткими и резкими шагами в политической сфере. Что это означает? Будет ли Россия готова, я не знаю, объединившись с Китаем и прочими странами, не вполне удовлетворенными нынешней системой, значит, пытаться ставить под сомнение ту модель управления мира, которая есть, а сделать это можно, потому что усталость от американского доминирования наблюдается везде. Она наблюдается не только в третьем мире, но и в Европе. Вот последние высказывания, с кем-то слитые министры иностранных дел Польши, они не на пустом месте возникли, они отражают некоторое раздражение тем, что Америка слишком много на себя взяла и меньше, чем обещала, выполняет. Так вот, эта альтернатива у России, в общем-то, есть. Я думаю, что если Россия бросится на амбразуру и станет отстаивать какие-то новые принципы устройства глобального мира, найдутся страны, которые ее в этом поддержат. Но только они ее поддержат сзади, как это любимая тактика Обама, leadership from behind. То есть вы давайте бросайтесь, а мы с вами душой и даже, может быть, материально поддержим, но только не будем на фронте. Другой сценарий, который, наверное, может быть, это некая новая договоренность с Западом, то есть поднятие ставок до определенного уровня, а потом попытки договориться. Тут даже если Россия на это захочет пойти, здесь уже возникает вопрос, а могут ли на это пойти европейцы-американцы, которые сейчас находятся, мягко скажем, не в блестящем положении по разным причинам, но и те, и другие пребывают в глубоком собственном внутреннем кризисе, который тоже очень связывает возможности. Вот поэтому, мне кажется, что следующий период для нас будет крайне бурным, рискованным, и самое главное, то, что больше всего удивляет, это отсутствие каких бы то ни было связанных представлений, предлагаемых государством, что, собственно, мы можем сделать в этой новой ситуации, хотя бы на уровне лозунга. Спасибо. Спасибо. Четыре вопроса. Вот я подумал, я решил, что лучше сейчас. А ответы избавленные оппоненты. А после этого начинается... Если бы не возгружать. Вы построили свое выступление? Пьянковский. Да, Пьянковский Андрей Андреевич. Вы построили свое выступление и выбрали так словарь «Мировой порядок», «Статус-кво», «Иерархия», что ваш анализ полностью исключает возможность обсуждения российской социально-экономической и политической системы. А мне кажется, что... Не кажется ли вам, что это обедняет нашу дискуссию? Потому что, например, тот украинский кризис, который будет в центре нашего внимания, он, на мой взгляд, на 90% вызван желанием Украины вырваться из сыпи тех криминальных паханатов, которые образовались на территории бывшего Советского Союза, а поведение России на 99% объясняет с ее желанием не выпустить ее из этой цепи, потому что такое бедство оказало бы определенное влияние на российское общество, нежелательное для существующей системы власти. Ну, естественно, тема социально-экономического и политического устройства России неотъемлемо связана, просто тут как-то это... Эта тема постоянно обсуждается и так, поэтому мне показалось, что ее можно в данном случае опустить. Что касается Украины, ну, из какого паханата она вырвалась и куда попала, это еще вопрос дискуссионный. Знаете, революция, которая сносит все, но только не тех самых паханов, которые до этого все создали, она какая-то странная. Что касается того, что на 90% это ответственность России, я не знаю, какой процент того, что Россия несет. Большой ответственности, сомнений нет, но я бы не был столь высокомерен по отношению к нашим украинским братьям, они своими руками, в общем, много чего сделали за эти 25 лет. И валить, как сейчас делается, валить все на продажный и проклятый режим Янукович, это несправедливо, потому что последовательно проедалось и уничтожалось государство. Ну, вот результат получился. Ну, как-то вот они не вырвались пока. Посмотрим. Можно? Шейнис и ММО. Федор Александрович, очень интересно все, что Вы говорили. Я хотел бы оттолкнуться от Ваших последних слов. Россия, сказали Вы, попытается политическими средствами компенсировать свою экономическую слабость. О каких, собственно говоря, политических средствах может идти речь? Ведь, по сути дела, соотношение сил до сих пор определялось или экономическим перевесом, или военными действиями. Широкомасштабные военные действия, по-видимому, труднопредставимые. Конечно, все может быть, но даже учитывая тот, как бы это помягче сказать, ну, тот раж, в который впали наши руководители, они понимают, что здесь есть определенные ограничения. Возможно, в каких-то локальных ситуациях применение военной силы, ну, так как это было сделано с Крымом. Но Вы совершенно справедливо ставите вопрос о новом мировом порядке и новом соотношении сил в мире. Значит, здесь никакие военные средства, по-видимому, непредставимы. Поэтому не вытекает ли из Вашего анализа и из оценки ситуации, что рано или поздно, скорее даже рано, чем или не поздно, этот ужесточившийся курс России заведет в тупик, из которого так или иначе придется отступать. Спасибо. Не исключаю совсем. Вполне может, не первый раз. Но что касается политических средств, я абсолютно согласен, крупномасштабные военные действия невозможны. В современном мире вообще мировая война, в том смысле, как ее знаем из истории, она исключена из-за наличия у всех потенциальных участников ядерного оружия. Локальные военные действия, как мы видим, тоже, я не считаю наше руководство безумным и аутеристичным, применяются средства военные тогда, когда практически есть гарантия, что это будет, ну вот как в крымской ситуации, что это будет абсолютно безболезненно. Там, где может быть риск, как вот, скажем, на востоке Украины, как мы видим, там совершенно другая позиция. Под политическими средствами я имею в виду такой асимметричный ответ, который вообще-то возможен. Потому что это что-то вроде философии восточных единоборств, когда надо, когда используется сила противника, то есть важнее уклониться, чем вступить в противодействие. Как мне кажется, Соединенные Штаты сейчас находятся в весьма уязвимом положении, потому что они в силу разных обстоятельств, в том числе из-за вот того, что произошло с Советским Союзом и после, они взвалили на себя груз, который нести не в состоянии. При этом отказаться от него тоже нельзя, потому что отказ от мировой ответственности влечет за собой обвальное обрушение позиций. Как только мировой лидер демонстрирует, что он не в состоянии соответствовать этим обязательствам, то начинается, так сказать, разбегание тех, кто на него рассчитывал. Есть Китай, который, так сказать, из этого исходит. Поэтому американцам приходится ввязываться в ситуации, которые им совершенно не нужны. И им придется это делать и дальше, особенно если уйдет Обама, который совсем не хочет этого делать, и придут люди, скажем, более нацеленные на интервенционизм, либеральные ли, или консервативные, неважно. Я думаю, что Соединенные Штаты будут попадать все больше и больше в тяжелые ситуации. Собственно, большая часть подрыва американского потенциала, который произошел за последние 15 лет, 10 лет, это рукотворно. Это не потому, что появилась страна, которая в состоянии бросить им вызов. Так что я думаю, что вот эти политические средства, ну, если представить себе, что у нас очень дальновидное и хитрое руководство, кстати говоря, которому, как мы знаем, не чуждая философия восточных этих самых видов борьбы, то вот эта вот тонкая игра на использование необходимости оппонента влезать во все и что-то с этим делать, она может оказаться более эффективной, чем кажется. Тем более, что наши китайские новые друзья, они с удовольствием вот в этом и нас поддерживают и американцев подтолкнут. Федор Александрович, вы использовали Федор Александрович, я и сказал, вы использовали много образов, метафор, распавшийся мир, кризис мира, эрозия мира и так далее. Не могли бы вы формализовать, что это значит, почему нынешняя система более кризисная, более распавшаяся, чем была в 90-е годы? Вот у меня, например, ну, как у непосвященного ощущение, что украинский кризис вплотил остальной мир в большей мере, чем это было, скажем, в 90-е годы, и Россия осталась в изоляции. Ну, просветите, объясните, что это за, центральная фигура всего доклада, распавшийся мир, и, значит, что с этим делать? Я имею в виду, что институты, которые существуют для мирового управления, они либо совсем почти не работают, либо работают гораздо менее эффективно, чем раньше. Ну, по поводу ООН и Совета безопасности уже чего только не сказано, что, в общем, он не выполняет тех функций, которые на него были возложены, либо он не может принять решение, и тогда ничего не происходит, что должно быть, либо он не может принять решение, и тогда кто-то действует в обход, как Соединенные Штаты в Ираке, и получается то, что получается. Там, я не знаю, такой мощный блок, как НАТО, который всегда отличался твердой дисциплиной, и сейчас мы видим, что на практике этого нет. Вот вы говорите, что украинский кризис сплотил остальной мир. Я бы не сказал, во-первых, если он и сплотил, то Запад, да и то вопрос, потому что, с одной стороны, брюссельские органы жестко заявляют, что Южный поток неправильный, и он не должно быть в этом виде, в тот же день, или там накануне, Австрия подписывает очередной договор о его строительстве. Это не свидетельствует о сплочении. Тем более, мир не сплочен в целом, потому что для немалой части мира украинские события вообще не существуют, то есть им просто все равно. А для другой части это интересно, ну, скажем, Восточной Азии, им это любопытно, но они никоим образом не собираются занимать какую-то позицию. Китай выбрал замечательную, значит, они воздерживаются. Нам они говорят, что, ну, извините, поддержать мы вас не можем, потому что, сами понимаете, международное право, но, в принципе, мы с вами, потому что американцы сами виноваты. Американцам они говорят, ну, конечно, русские перебрали, но, с другой стороны, это ваши разборки, так что мы не вмешиваемся. И в этом смысле вообще после Холодной войны новых институтов управления не возникло. Была попытка распространить те институты, которые существовали на Западе во время Холодной, западные структуры, распространять их на весь мир. И, собственно, тогда по той логике это было естественно. Вот победившая сторона, она... Но потом выяснилось, что так не получается, что они просто в новой обстановке не выполняют регулирующих функций. И то же самое, то, что, если красиво сказать, растет уровень демократизации международных отношений, когда страны, мнение которых никогда никого не интересовало, ну, потому что они были периферийные, вдруг выступают с какими-то идеями, инициативами и, так сказать, мешают грандам, я не знаю, там, начиная от Бразилии и Турции и заканчивая Ираном. Такого все-таки раньше не было, потому что тогда, да, было жесткое противостояние, но если в каких-то случаях сверхдержавы могли договориться, вот они сходились на том, что вот это нам не выгодно. Ну, не знаю, там, ядерная программа Южно-Африканской республики. И тогда совместными усилиями добивались результата. А сейчас нету этого, совместных усилий нет, даже в рамках общецивилизационного сообщества Запада, уж не говоря в целом мировой ситуации. Можно вопрос? Федор Александрович, поскольку вы говорили о грязь к РГСУ, вот вы говорили выпадение из правового поля, правовое поле и международное право. Вот я хочу к этим вашим словам привязаться. Вопрос у меня совершенно конкретный, абсолютно конкретный вопрос. Вот в условии он, как всем известно, есть пункт права нации на самоопределение. Процедура, тоже, как всем известно, четкая процедура не разработана. Вот как вы считаете, сейчас вот появились высказывания о том, что вот возникла потребность, я вот читал недавно, вот возникла потребность все-таки в срочном порядке разработать такие и утвердить такую процедуру, которую бы реализовывали, ну, давайте так, шире чуть-чуть возьмем, но право регионов, территорий, вот если бы ее реализовали бы, вот четко утвердили, вот, может быть, как вы считаете, может быть, это вот по такому пути надо идти, и может быть, это в конце концов без войн бы все обходилось и вообще, и не надо было бы санкции там против России, ну, и вообще, вот, возможно ли, вот сейчас пункт есть в уставе, но реализации нет, если это сделать. Есть пункт и другой о праве нации на, вернее, праве нации на самоопределение и право на стран, государства на территориальную ценность. Давайте шире, ну, не нации, но, скажем, вот территории, кусок региона, кусок территории. Нет, территория, это вообще непонятно, что означает, тогда Томбовская область может сама... Правая вещь творческая, согласитесь, правая вещь творческая. О, да. Это же можно, если есть потребность, но, если есть потребность в этом, если есть потребность, ну, допустим, референдум сделали там и так далее, но, может быть, это не так просто, но хоть как-то. Значит, в идеале, конечно, должны быть четкие процедуры, которые все регламентируют и все по ним действуют. Я не знаю в истории примеров, когда это бы работало, потому что всегда все равно все определяется балансом сил. Если ты можешь территорию там удержать или прихватить, ну, в общем, это и делалось, а не можешь, тогда никакое международное право тебя не защитит. И я боюсь, что коллизия между правом нации на самоопределение и правом государственного территориального социала неразрешима, то есть невозможно договориться, о том, что вот эти критерии и все. Это просто нереально. Поэтому, ну, в условиях, когда международное право более стабильно, чем сейчас, точнее, не международное право, международное право – это порождение, это продукт неких договоренностей. Когда есть основания для договоренностей и есть способ их соблюдать, ну, тогда оно более или менее соблюдается. Сейчас как раз, на мой взгляд, происходит вот как раз размывание всего этого. Это не значит, что это навсегда так будет, но в данный момент, по-моему, так и есть. Спасибо. Все? Вопросы закончились? Нет? 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 Вы же мне дали? Нет. Я сказал 4 вопроса, уже 5 задали. Хорошо. Значит, потом будете выступать. Я принесу, потом мы поздали. Иначе мы, мы не провинились ничем, но просто я вынужден придерживаться определенного порядка, иначе мы потеряем. Более, где нету, все, это вы так считаете. В высшей школе есть. В мире нет порядка, да. А в вышке есть. В Александре. Да. Вот позавчера на одном мероприятии в Гайдаровском институте, вернее, в кафе «Март», чью кухню я не очень рекламирую, за то, какие выступления там бывают, обсуждали как раз дружбу России с Китаем, и был такой от лучшей самой открытой, самой либеральной части публики, ну, такой вопрос и такой высказан страх, что, ну, вот теперь все, раньше, раньше наше евразийство было чистой литературой, потому что все наши экономические связи, все сухожилия, все нервы шли, в общем, в Европу, да, торговый оборот с Европой, почти монопольное положение Европы, как покупателя, нашей энергии, а теперь вот есть Китай, и все. И я как раз отвечал на это тем, что если бы, да, и это укрепит, это зацементирует российский авторитаризм до конца, я как раз отвечал на это, что совсем не, если бы в России был другой режим, самый демократический, самый, акунин во главе страны просто в Кремле, все равно, скорее всего, он потянул бы трубу в Китай, потому что нет прямой связи между политическим режимом внутри страны и, допустим, ее внешней торговлей и, вообще говоря, внешнеполитически, ну, как сказать, тем, как к стране относятся ее крупные и мелкие соседи. То есть, такой либеральный внутрироссийский взгляд, он как раз эти вещи увязывает более жестко, чем они связаны в действительности на, так сказать, мировой арене. Нам кажется, что все дело в том, что вот в конце 90-х или в начале 2000-х или в середине 2000-х по разным версиям мы начали ренессанс советской античности, реставрировали авторитаризм, что Путин не захотел уходить от власти и Россия, которая бодро шла по западному пути, которую все воспринимали как будущего потенциального полноправного участника западного цивилизованного мира, вот когда все увидели, что у нас внутри такое безобразие творится, тут же от нас все и оттолкнулись, и побежали, и разбежались, и, собственно, а мы самоизолировались. Но, судя по всему, вернее так, скажем, когда я поступал на дипломатическую службу, это был 99-й год, молодым дипломатом совсем в Греции, вот один из гостей помнит, а может быть и не помнит. Потом поговорим. Но не важно. В общем, в действительности общественное мнение в Европе, я начинал служить в Афинах, было весьма антироссийским, то есть оно было примерно таким же антироссийским, почти как сейчас, при том, что вроде бы у власти в Кремле был Ельцин, вроде бы чеченская война к тому моменту закончилась, а вторая только-только начиналась. И тем не менее, восточноевропейские страны, бывшие советские республики относились к нам с не меньшим подозрением, чем сейчас. Они транслировали все свои страхи грандам Европейского Союза, большим странам Советского Союза, почти с такой же интенсивностью, как сейчас. И, строго говоря, в общем, разницы в работе молодого дипломата, или немолодого, тогда и сейчас, большой-то не было. Все равно, изнутри дипломатического ведомства ощущение было, что идет вот эта вот большая игра, что, с другой стороны, целью этой игры является сдерживание России, это такое традиционное занятие западной Европы, может быть, или Америки, и что это все очень мало связано с тем, кто, собственно, сидит в Кремле, потому что, вроде бы, в Кремле сидел совершенно прозападный и совершенно дружественный и сотрудничающий президент. И совершенно было непонятно, кто такой Владимир Путин, который тогда же появился на моем, так сказать, коротком дипломатическом веку, и который первые свои годы был, конечно, сравнительно прозападным, по крайней мере, с тем, что мы видим сейчас. И вот, возвращаясь к газопроводу с Китаем, вот есть страна Саудская Аравия, которая всеми своими торговыми нитями привязана к западному миру, но это никак не влияет, никак не демократизирует ее режим. Делаются очень символические жесты, такие жесты, что можно было отчитаться перед общественным мнением, перед собственными парламентами, перед Конгрессом, что мы что-то такое там делаем, но в действительности никакой объем торговых связей не делает с Западом, не делает Саудская Аравия более демократической страной. И в этом смысле нет никакой зависимости между нашей торговлей с Китаем, прямой, по крайней мере, зависимости, и тем, что мы зацементируем у себя вот этот самый режим. Вообще говоря, когда мы говорим о России, мне кажется, что и вообще о развивающихся странах, там важна не внутренняя свобода в системе координат международных отношений, а скорее какая-то центробежность и центростремительность. Если западные страны видят, что возникает какой-то новый центр силы, другой центр силы, они начинают с ним конкурировать автоматически, независимо от того, что внутри у этого центра силы происходит. Я, в общем, вполне себе могу предположить, что если на месте путинского режима возникла какая-то либеральная империя в духе Чубайса, пространство свободной экономики, пространство открытое общество, страна с большими личными свободами, и она начала бы втягивать в свою орбиту своих каких-то соседей, ту же Украину, ту же Грузию, и это Украина, или Грузия, или Туркмения, или Азербайджан начали бы этому сопротивляться, то, скорее всего, они получили бы поддержку примерно ту же, которую получают сейчас от Запада, когда бегут от авторитарной России. Просто сейчас есть четкое и внятное объяснение, почему эту поддержку надо оказывать, потому что в России авторитарный режим, потому что она, кстати, проводит вот эту самую реставрацию советских порядков отчасти, по крайней мере, так это подается, но у меня вот полное ощущение, что это было бы так и в случае, если бы в России не проходила этой реставрации. просто вот Украина, ведь это же неправда, что европейская семья чувствует себя неполной без Украины. Вообще говоря, европейская семья довольно скептически относится к присутствию в своем составе, допустим, Румынии или Албании. Если бы за границами Украины не существовала Россия, если бы там был океан, море, пустота, то европейская и западная политика в отношении Украины проводилась бы именно исходя из отношений Европы и Украины. Вот есть Европа и есть Украина. Поскольку за Украиной находится еще и Россия, у которой есть некоторая своя центростремительность, свой вес, который притягивает к себе соседей в той или иной степени, то в действительности отношения Европы и Украины это, конечно, отношения Европы и России. И, конечно, если бы не было за границами Украины к Востоку от Украины и России, я просто уверен, что отношения строились бы совершенно иначе. Не было бы, скорее всего, такой безоговорочной поддержки Майдану. Да и не было бы, собственно, и Майдана, скорее всего, потому что не было бы вот этой разрывающей силы. И, в общем, неправда, ну, отчасти только правда, что Европа пытается спасти Украину от фторитаризма. Конечно, она пытается спасти Украину и от втягивания в орбиту другой планеты с сильным притяжением или другой звезды с сильным притяжением. И поэтому я с трудом себе представляю ситуацию, когда Европа или Запад в целом предпочтет Россию кому-нибудь из ее соседей в случае, если этот сосед начнет бежать от России. И это никак не зависит от режима, который сидит в Кремле. Опять же, в Кремле может быть самый прекрасный человек, которого вам все любят, писатель Быков или писатель Акунин, случится примерно то же самое. И как я писал в одной из статей, ну вот то примерно о чем Фелвер говорил, одна из проблем нашего времени и внешнеполитического положения России в том, что после конца Холодной войны не было новой Ялты. Не в том смысле, что нужно было сесть и поделить Европу, как это было сделано тогда, а в том смысле, что Россия в некотором смысле, ну, в большой степени была страной победительницей коммунизма, так же, как она была страной победительницей фашизма. И она была союзником по борьбе с коммунизмом, ну, вот, поздние Горбачевские годы и, естественно, Ельцинские годы. Но вот из-за двойственности собственно своего положения, из-за двойственности ситуации, при которой столица побежденной страны и столица страны-победительницы была одним и тем же городом, Не было понятно, взят этот Берлин, или он сам сдался, или это вообще не Берлин, а столица одной из страны, одной из держав победительниц. Ну и вот сработала, естественно, та инерция, тот основной инстинкт западной дипломатии, который называется «сдерживание России». Это действительно один из основных инстинктов, потому что, ну что, нам-то кажется, что нас сдерживают, потому что у нас коммунизм и авторитарные наследия. В действительности, ну, было масса недопонимания между Европой и Россией по поводу, не знаю, при Александре Первом, при Наполеоне, при Екатерине, когда угодно. Это очень давняя история, нам просто трудно это отделить, вернее так, у нас это все смешалось с противостоянием коммунизму. В действительности, противостояние России, противостояние коммунизму – это история, которую трудно разделить, но, во всяком случае, восприятие России как продолжателя Советского Союза полного, который существует сейчас на Западе, оно, конечно, до некоторой степени нам мешает, ну, в общем, выстроить нашу политику правильно. В общем, не было новой Ялты в том смысле, что нас не признали одной из стран-победительниц. И были какие-то символические жесты, но когда какая-то реальность за ними выстраивалась, она выстраивалась или очень слабо, или нас просто не пускали. Ну, вот, разговоры о том, что Россия могла бы стать членом. Ну, собственно, даже вот безвизовый режим, да, которого мы добивались столько лет, это ведь вещь, которая могла бы очень сильно нас сблизить, гораздо сильнее, чем символическое участие в «восьмерке». Ну, практически, ну, да, я просто немножко взбился с того, что хотел сказать, к сожалению. Ну, в общем, чтобы чем-то закончить более-менее внятным, да, есть идея, что чем мы будем свободнее внутри, тем наше внешнеполитическое положение, наши отношения с Западом будут, так сказать, улучшаться автоматически. Это не вполне так. Надо понимать, что есть страны типа России, крупные страны типа России, не всегда... Всегда не нравится. Да, 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 совершенно верно. Всегда кому-то не нравится. Да, что-то я... Конец, да. Что-то я запутался. Спасибо. Пожалуйста. Ну, тут много всяких тем и миропорядок. Ну, там, и чемпионатки. Я знаю. И международные институты, внутренняя наша политика. Микрофон, чемпионат. Микрофон, чемпионат. Да. Поэтому, как в стиле Булгакова, заметки на манжетах. Первое. Еще одна оптика, через которую можно рассматривать все происходящее, это распад империи. Вот он 25 лет идет, и можно рассматривать кризис на Украине как очередную главу распада Советского Союза. 15 было стран. Кто-то убежал сразу, потому что не было сил схватить Прибалтика. Осталось 12. Кто-то убежал, потому что у них оказалось счастливым образом нефть и газ. То есть ресурсы на самостоятельное существование. Кто убежал с ресурсами? Азербайджан более-менее благополучно убежал. Туркмения убежала более-менее благополучно. Казахстан. Хотя есть мнение, что он недалеко убежал. И что на севере живет много русских. А те, у кого не оказалось ресурсов, мучаются. Кто-то просто не может убежать по соображениям безопасности Армении. Россия гарант. Стоит военная база, куда денешься. Та же самая ситуация Таджикистан. Вот сейчас американцы, если уйдут из Афганистана, что там начнется, как в Ираке? Кто будет гарантировать режим Рахмонова? Опять-таки, кроме России некому. Кто-то просто на содержании, без обид. Белоруссия, Павел знает. 4-6 миллиардов долларов в год субсидия. Если бы не это субсидия российская. Это минимальная оценка. Где бы сейчас был Лукашенко? Буду будущий год президентские выборы. 15-й год. Он уже все гарантии получил. Куда он денется? Та же ситуация Киргизия. Ей уже обещано 2 миллиарда долларов на ближайшие 2 года. Куда они денутся? А кто-то пытается отползти. У меня такой образ, что если слабая сторона хочет отползти, она может отползти, только потеряв конечности. Ну вот Грузия потеряла руку-ногу. А Молдавия потеряет полстраны. Украина уже потеряла, не знаю, считаете, какая-то конечность. Крым это что? Хвост? А тогда Украина это кто? А кто-то думает, что она может потерять еще там что-то. То есть от России можно отползти, только если у тебя есть ресурсы. Раз. Если ты вовремя убежал, два. Или если ты готов потерять конечности, три. Вот такая же тоже логика, возможно, размышления. Распад империи. Завершилась ли эпоха, вот тут может быть, я опять-таки, я не утверждаю, Федор, я просто ставлю вопросы. А мне кажется, то же самое, что было, то есть. Вот распад империи, он идет? Идет. По поводу ревизионизма, безусловно, он есть. И здесь вот что происходит с моей точки зрения. Где-то года до 2003-2004 Запад в целом полагал, что постсоветское пространство это зона ответственности Москвы. Я даже видел в книжках такие вот, в научных книжках эксперты, что была такая стратегия принцип Russia first. То есть сначала спросим у Москвы, вот если она не возражает, то что-то делает. Если она возражает, ну лучше не лезем. 2003-2004 год ЕС принял программу восточное партнерство, 6 стран. И ситуация начала раскачиваться. Пошла конкуренция. Вот она дошла до своего пика в Вильнюсский саммит в прошлом году. Когда Украину поставили перед выбором. Либо ты в Евразийский союз идешь, либо ты подписываешь ассоциацию. Вот что из этого вышло, мы видим. Я был на Валдае в сентябре прошлого года, где Путин выступал на Валдайском клубе. И Лавров там выступал, и Иванов там выступал. И все говорили одно. Если Украина подпишет, у нее будут проблемы. Предупреждали открыто. Никто тогда не говорил, естественно, про зеленых человечков, про Крым. Но то, что предупреждали, что ребята, вы получите по полной программе, это говорили открыто, публично много раз. Завтра что у нас будет? Церемония подписания Ассоциации экономической части трех стран. Молдова, Грузия, Украина. Молдову уже предупредили. Если вы заметили, дня три-четыре назад. Ребята, у вас будут проблемы. Я ничего не утверждаю. Я просто слушаю, что люди говорят. Поэтому я не вижу никакой новой эпохи, Федор, честно говоря. Мне кажется, что эпоха та же самая. Закончилась Холодная война, продолжается распад Советского Союза, куча замороженных конфликтов. Приднестровье, Карабах, теперь Крым добавился. И этот распад будет продолжаться. Как историк я тоже ничего не вижу нового. Вспомните, как распадалась Французская империя. Они цеплялись, кровь проливали. В Алжире, в Индокитае. Да еще как. Как распадалась Британская империя. Цеплялись, кровь проливали. Да еще как. И фактически ничего нового здесь нет. Любая империя распадается. А Югославская империя. Любая империя распадается страшно, кроваво, в муках. Пытается цепляться и сохраняться. Еще одна тема. Мы так действуем от силы или от слабости? Мое мнение, мы так действуем от слабости. У нас нет рычагов, кроме как вот так. Мы настолько слабы, что мы можем только вот так. Что только силой можем. Это в целом экономического мягкой силы. Нет ничего, поэтому мы можем только диверсантами, вежливыми людьми, поставками оружия. Это от слабости. И вот еще одна мысль, которая меня занимает в последнее время, это бремя империи. Все империи распались от непосильного бремени. И мы его быстро наращиваем. Я посчитал. Только из открытых источников мы тратим. Я посчитал так. Но это шутка, конечно. У нас четыре колонии, четыре доминиона. Значит, колонии это прямое управление, доминионы это доминирование. Значит, четыре колонии это Приднестровье, Абхазия, Южная Осетия и теперь Крым приобретенный. И четыре доминиона это полностью зависимые страны, Таджикистан, Армения, Киргизстан, Белоруссия. Мы тратим только по открытым источникам, я думаю, что цифра может быть в разы больше, 20 миллиардов долларов в год на четыре колонии и четыре доминиона. Это 5% расходов федерального бюджета. Плюс мы тратим на армию, МВД, ФСБ, прокуратуру и другие силовые структуры, плюс госаппарат, 39,5% расходов федерального бюджета. Сокращая долю на образование, науку, инфраструктуру, поддержку экономики и так далее. То есть у нас имперское бремя внешнее, имперское бремя внутреннее быстро растет. И мы уже жертвуем развитием человеческого капитала, развитием экономики и экономики знаний и так далее. То есть риски всей этой истории. То есть мы пытаемся, я не думаю, что мы хотим восстановить империю, это невозможно. Мы пытаемся удержать доминирование хотя бы над тем, что еще осталось, что не отползло и не убежало. Но цена этого удержания растет с каждым годом, а внутри, так как мы, вот Эмиль Пайн лучше меня в сто раз это знает, внутри, так как мы не построили политическую нацию и демократический процесс, мы внутри Россию удерживаем тоже как империю. Через бюрократию, силовой аппарат и репрессии. То есть мы снаружи как империя действуем и внутри как империя. А цена каждый год растет, а экономика с каждым годом слабеет. То есть вот эта наша внешняя политика, которую мы сейчас строим, она уже риски создает не только для наших внешнеполитических задач, она создает риски для существования самой России. Вот. И закончу я таким, закончу я все-таки анекдотом. Значит, недавно мне рассказали анекдот. Федор сказал, что вот мы пробили потолок. Вот мы, так сказать, тужились-тужились 25 лет и пробили потолок, а куда-то вышли в высшую лигу. У меня, значит, такой образ возник. Мне недавно рассказали анекдот, как, значит, представьте себе, лифт летит по небу с этими, с людьми перепуганными. Значит, просто лифт летит по небу, а внутри перепуганные люди. А мальчик-лифтер говорил, а я вам говорил, что в этом доме нет 15 этажа. А я вам говорил, что в этом доме только 12 этажей. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ну что, хотите вы? Пожалуйста. Да. Для вашего вопроса. Добрый вечер. Павел Шереметт, журналист. Поскольку здесь вспоминали уже и Белоруссию, и Украину, я хотел бы сделать небольшую реплику по поводу Майдана и украинских событий в контексте нашей дискуссии. Мне кажется, основная проблема и Кремля, и российской внешней политики заключается в том, что мы действуем исходя из наших представлений о мире, а не исходя из реальной расстановки сил и реальных фактов. И поэтому у нас такая внешнеполитическая шизофрения даже присутствует в аналитике, не ангажированной, не кремлевской. С одной стороны, Александр говорил о том, что Европа не ждет Украины и не хочет быть с Украиной вместе. А с другой стороны, Европа делает все, чтобы не позволить России втянуть Украину в орбиту своих интересов. С одной стороны, мы постоянно твердим, что Америка хочет нас развалить и откусить от нас какие-то части, а с другой стороны, мы не можем привести ни одного факта этого. Говоря об Украине, мы стали жертвой наших представлений об Украине. И каждый раз мы вырываем из контекста, общемирового контекста или российского контекста, какие-то факты и их интерпретируем в ту сторону, в которую нам выгодно. Конечно же, сам по себе факт газопровода из России в Китай не несет такой угрозы для России. В конце концов, 10 лет назад Ходорковский собирался строить этот газовый нефтепровод. Но мы должны обсуждать некие тенденции, потому что в той или иной тенденции тот или иной факт является ключевым. Два года назад, когда я начал очень часто бывать в Украине и перебрался практически туда, у меня было ощущение, что я нахожусь на части вот этого пресловутого русского мира. Потому что доминирование России в Украине было очень сильным. Русский язык был повсеместно распространен, русские медиа, русские фильмы, русские песни. От Аллы Погачева и Стаса Михайлова невозможно было укрыться в самой далекой украинской деревне. И никакие украинские националисты не могли этому угрожать. Победа, там не победа, а прохождение в парламент партии Свобода, это был ответ общества на запрос на сильную руку, а не на антироссийскую политику. Действительно в Украине был бардак, действительно Юлия Тимошенко несет такую же ответственность за проблемы страны, как и Виктор Янукович. Но настроения, которые были год назад и которые сейчас, они кардинальным образом отличаются. И вот мы стали и свидетелями, и участниками слома тенденции. Если бы у меня сейчас спросили, вот без этой Крыма и без русской агрессии, что будет в Украине, я бы сказал, что, ну, наверное, ничего хорошего, трудно что-то сказать. Но сейчас, на фоне русской агрессии, я могу сказать, что идет колоссальная мобилизация украинского общества, колоссальная. Рост антирусских настроений, и этот украинский эксперимент, над которым теперь будет работать вся Европа и Америка, вот этот украинский эксперимент, это является вот началом того тренда негативного по отношению к России. Для нас, для России, это такой последний рывок империи, который может стать просто надрывом этой империи. И никто, кроме нас самих, в этом не виноват. Мы можем пока еще остановиться у какой-то этой опасной черты, но оптимизма по этому поводу, к сожалению, у меня нет. И как только вот этот негативный тренд, антироссийский, уже общемировой, потому что американцы договорятся с Китаем быстрее, чем мы с ним, мы можем работать только на арабском поле. Вот этот наш асимметричный удар, он будет идти через арабский мир, а не через китайский. И американцы, они с Китаем более в тесный контакте. Вот этот тренд, как только мировая конъюнктура изменится, посыпется и все вот эти обломки нашей империи. Вот такое у меня ощущение, наблюдая за тем, что происходит на российско-украинской войне. Спасибо. Можно, пожалуйста, молдом? Только я прошел, выступающий, трему год. Да, Магун, Высшая школа экономики. Федор Александрович, спасибо огромное, очень интересный доклад. Но, конечно, у меня ощущение какого-то очень сильного контраста, может быть, Вы поможете его преодолеть. Вот конфликт, нестабильность, ну такая алармистская очень линия в Вашем докладе. В то же время, некоторое время назад в Вашем журнале, который Вы редактируете, была опубликована такая очень программная статья Хараганова «Россия везет». И мы под, я не специалист, значит, я ее всюду цитирую, и мои коллеги, американские многие политологи, специалисты по международным отношениям, тоже считают, что никогда не было столь благоприятного внешнеполитического, ну такой ситуации, внешнеполитического России для развития, как вот в последние, ну, я не знаю, 20 лет. Значит, что-то странное, то ли нам везет в бардаке, значит, и беспорядок, то ли что-то не в порядке, и есть разные мнения, понимаете. И, значит, вот на фоне, мы-то к этим вот вещам, к этой идее о том, что Россия везет, и очень хорошая ситуация у нас, и давайте, мол, вперед надо идти. Мы привлекали внимание в связи с тем, что мы, значит, на этом фоне рассматривали установки населения, массового сознания. И мы видели, что антиамериканизм, и сейчас мы видим еще больший антиамериканизм, анти, значит, там, европеизм, анти, в общем, всех, да, кроме Китая. Значит, что-то такое странное, все объективно было очень хорошо, в то время изнутри, вот внутри что-то было явно неблагополучно, потому что культивировались вот эти агрессивные настроения. И я очень вам благодарен и всегда очень внимательно и читаю, и слушаю ваши выступления, потому что мне кажется, что вы, ну, вот в отсутствии, в дефиците информации, когда мы не понимаем основу принятия решений, ну, которые говорят, что понимает один человек, может быть, два, может быть, три человека, но вы вот как-то, вам удается построить вот такую непротиворечивую модель, значит, в чувствоваться, эмпатию какую-то, да, вот. И я поэтому всегда очень внимательно. И вот потрясающе, мне кажется, у вас такое проникновение проницательное было в стадии недавней, зачем России Крым? И действительно, зачем Крым? И, значит, вот все эти разговоры про внешнеполистическую ситуацию, все всем понятно, и они все время шли. Но у вас там есть потрясающие несколько вот фраз, которые я процитирую. Оказывается, на целенаправную и кропотливую работу в долгую по китайской модели Москва не способна, пишите вы. Тем более, что имеющееся конкурентное преимущество среднесрочной и длительной перспективе убывает. И дальше, полноценные выгоды из глобальной интеграции извлекать не научились. То есть, значит, тем самым, вот Россия как ключевой игрок, о чем вы только что говорили, да, именно она в этом вот, ну, выступает как ревизионист, ну, пусть по неволе, но выступает каким-то очень важным закоперщиком вот всего этого процесса. И, значит, оказывается, что здесь-то есть, кроме там разного рода соображений, там, исторической справедливости, Крым-наш и прочее, вот, оказывается, вот где еще очень важные причины-то, которые нас интересуют внутриполитично. А мы-то о модернизации мечтали тут, понимаете. А оказывается, что вот на стеленаправленную кропотливую работу в долгую у нас не хватает сил. То есть, вот, мне кажется, я хотел бы просто поблагодарить вас за это проникновение и, конечно, удостовериться, что вы действительно так думаете. И я думаю, что это нам очень важно вот для понимания, понимаете, а вот из этого растет мировой кризис, новый мировой порядок из-за того, что в долгую работать мы не умеем. Спасибо большое. Кто желает быть теперь? Сергей Санович, Нью-Йоркский университет. Я с большой грустью слушал всех трех докладчиков, уважаемые люди с разных позиций, но в чем все, как я понял, сошлись, это в том, что, в общем, от России ничего не зависит. Значит, основной принцип западной внешней политики – это сдерживание России. Он не зависит от того, какой в России политический режим, какой президент, какие цели ставит перед собой Россия. Только вот Владимир Александрович Шишков, он сказал, что Россия может повлиять на то, какие страны отпадают от нас, если у них есть ресурсы, или те страны, у которых нет, они им приходятся, значит, они становятся российскими доминионами или колониями. И мне кажется, тут и в мелочах, что касается небольших, второстепенных стран, и в самых крупных проблемах, и то, что касается великих держав, это очень односторонний, скажем так, взгляд. Ну вот тут говорили про важность безвизового режима, как это влияет на Россию, на Украину, на другие восточноевропейские страны. Ведь Россия очень близко подошла, насколько я понимаю, в какой-то момент переговоров с Евросоюзом к безвизовому режиму, и проблема была в том, что Россия хотела каких-то особенных преференций для российских чиновников, которые европейцы не хотели давать. И это при том, что Россия, в общем, по европейским меркам, богатая страна. Украина в два или три раза по ВВП на душу населения беднее России. Молдова еще в два раза беднее, чем Украина. Она уже получила безвизовый режим. Это маленькая страна, но тем не менее, там произошло изменение политического режима, пришло к власти новое проевропейское правительство, постепенно вот чего-то они уже добились. Они пока не вступили в Евросоюз, но я думаю, что там в перспективе 10-15 лет у них есть вполне реальный шанс, безвизовый режим для их граждан уже есть. При том, что для них шанс, что они там останутся в Европе или поедут туда на работу и так далее, гораздо выше, чем для России, потому что страна бедная. То же самое говорили про, вот, Саудовская Аравия. Вот она торгует с Америкой, это крупнейший и военно-политический союзник, союзник и торговый партнер. Ну что же там, неизменить политический режим, ну как были, значит, абсолютная теократическая монархия, так и осталась. Но это ведь только одна страна в Персидском Саливе. Есть, например, Объединенные Арабские Эмираты, Эмират Абу-Даби, который тоже имеет близкие отношения и военные, особенно экономические США, но там политический режим, сложно сказать, то есть он изначально не такой, как в Саудовской Аравии, но, тем не менее, там открываются филиалы западных университетов, например, Нью-Йоркского университета, в котором я учусь, там открываются музеи Гугенхайм, Лувр и так далее. Там работает огромное количество экспатов, там есть англоязычная пресса и так далее. Это страна, которая постепенно открывается для западного мира и становится гораздо более, так сказать, легитимным партнером. И даже крупные страны, такие как Китай, в силу той важности в экономическом распределении труда мировом, в которой они играют, западным странам приходится включать их в свои структуры. Они вступили в ВТО, хотя начали переговоры, по-моему, не сильно раньше, чем мы, больше, чем на 10 лет раньше, чем Россия. Может быть, тогда ВТО играло более важную роль. Если сейчас роль ВТО снижается, ну они точно, вот, я думаю, что здесь никто не сомневается, они станут участниками этих самых двусторонних, трехсторонних каких-то региональных соглашений с США и с другими странами, для того, чтобы, потому что они заинтересованы в тех товарах, которые производятся в Китае. Эти страны, да, может быть, политические институты, международное право, ООН и так далее, находятся в упадке, но, тем не менее, каждая страна все-таки имеет возможность использовать инструменты своей внешней политики, и внутренняя политика здесь тоже играет важную роль, влиять на свою судьбу, устанавливать более дружные отношения с соседями, получать безвизовый режим, развивать культурные, научные, экономические связи, а, в конце концов, снижать вот это, уменьшать вот эту реакцию сдерживания со стороны, например, западных стран на усиление этих государств, когда они видят, что эти страны не представляют такой угрозы, как думали об этом раньше западные аналитики. Я надеюсь, что Россия когда-нибудь тоже сможет использовать такие возможности, и уверен, что такие возможности у нее тоже есть, как и у всех вышеперечисленных стран. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста, вот и за. Поколомцы, в этом отношении. Хорошо. Нам был представлен, я бы сказал, гроссмейстерский взгляд с трех точек, тремя гроссмейстерами на мир, как некую шахматную доску. Это все замечательно, это все было сделано на высшем уровне, но вот возникает вопрос, а является ли современный мир такой шахматной доской? И насколько, ну это популярный взгляд, это естественно, но насколько адекватно рассматривать мир вот в этих самых геополитических категориях? Ведь, ну, мир заплатил ценой двух мировых войн за отказ от геополитического взгляда, по крайней мере, за попытку его пересмотреть. И мне представляется, что современный кризис мирового порядка, государственного порядка, то, о чем так элифицированно говорилось, связан не с кризисом однополярного мира, о чем говорил Федор Александрович, а с более общими явлениями. Сейчас вообще, в принципе, в мире, во многих странах происходит кризис государства как эффективного исполнителя, реализатора неких общественных нужд. Кстати, Америка в этом плане, она не на первых ролях, но там очень активно эти процессы идут сейчас. Это связано с, ну, извините за такое вот банальное слово, это государство не способно отвечать на вызовы реальные, вот это самое, для простоты. Это отдельная тема, о которой вот я не буду сейчас говорить. А то, что... Но это не значит, что геополитика умерла. Наоборот, происходит, может быть, активизация. Но мы можем эту активизацию рассматривать не как какой-то новый шаг, а можно рассматривать как агонию, которая, может быть, долго продолжаться, вообще говоря, и быть чрезвычайно опасной. И вот ваш образ насчет того, что Россия или Путин пробил потолок, он интересный. Мне кажется, можно по-другому сказать. Он пробил пол и вернул нас в XIX век. И втягивает, вот в эту дыру начинают втягиваться другие страны. Вот что происходит с моей точки зрения. И, может быть, самое последнее, что я хотел бы по этому поводу сказать, что это то, что произошло, продиктовано не столько высокими геополитическими, долговременными или краткосрочными, или среднесрочными интересами, а довольно ограниченными, групповыми, корпоративными, своекорыстными интересами, которые эффективно работают на короткой-короткой дистанции. Можно по-разному эту дистанцию мерить. Но, смотри, а вот если говорить об этом, отвлекаясь уже от политического уровня, а на уровне социитальном, то мне представляется, что это, ну, если угодно, наверное, это комплекс неполноценности, который трансформируется в мания величия или что-нибудь в этом роде. Неадекватно, и поэтому, извините, меня вот говорят о том, что Запад только и думает о том, как Россия главный игрок. Да ничего подобного на самом деле. С легкой смесью такой брезгливости и, в общем, станет своими делами. И, пожалуй, так. Спасибо. Шейнис. Я оттолкнулся от того, на чем кончил сейчас Александр Валентинович. Я думаю, что действительно... Вот у Гайдара в «Гибели империи» есть один замечательный образ. Он пишет, сколько же надо было привожить усилий для того, чтобы в руководство отбирать абсолютно некомпетентных людей, которые завели страну в тупик. Ну, там он это рассматривает конкретно по поводу нефти, там, других вещей. Но смысл именно в том, что руководство мыслило на очень короткой дистанции и решало только ближайшие задачи. Не помню, кому принадлежит мысль, но мысль часто цитируемая, что плохой политик мыслит категориями ближайшей избирательной кампании. Вот мне представляется, что дело даже не столько в глобалистических устремлениях нашего руководства, сколько вот в этих 30%, которые они получили сверх того, что у них имелось благодаря своей украинской политике. То, что это тупиковая политика, опять же, сошлюсь на другого автора. Я внимательно слежу за публикациями в журнале «Экономическая политика», который издает Академия Народного Хозяйства, слежу за статьями профессора Стародубровского, который из статьи в статье показывает, какой глубокий тупик заходит наша экономика. Позавчера я получил последний журнал, огромная статья, несколько десятков страниц. Очень рекомендую. На мой взгляд, очень убедительно показано, что, по сути дела, все, что делается, это антирешение. И в этих условиях решить те проблемы, те задачи, которые ставит перед собой наше руководство, в принципе, невозможно. Это вопрос времени. Вот я, Федор Александрович, задавал вопрос о том, чем же можно компенсировать при отсутствии и экономических, и военных средств для изменения ситуации. Федор Александрович мне ответил несколько так игриво, как мне кажется. Вот существует ситуация в мире, и Россия, если я правильно вас понял, может положить свой голос для решения тех проблем, в которых заинтересованы главные игроки. Да, конечно, мы знаем и северокорейские эти самые игры с ракетно-ядерными вещами, и, скажем, заинтересованность в решении ближневосточных вопросов. Но, в конце концов, голос в Совете Безопасности, который не столь уж существенен, сегодня говорили о слабости и неспособности ООН решать проблемы. Ну, в конце концов, несколько сложнее, но так или иначе будет решаться или не будет решаться проблемам Ближнего Востока, проблемам Сирии и Ирака. В данном случае, конечно, штатам, как лидеру мировому труднее будет решать. Но помощь России и поддержка России она не столь уж ценная, не столь дорого стоит. Поэтому мне представляется, что курс, который был усвоен в связи с Украиной и который как казалось очень легок и встречает поддержку внутри страны, поскольку опирается на фантомные боли имперские и всякого рода другие вещи, этот курс даже не в долгосрочной, а в среднесрочной перспективе по-моему обречен. Как это произойдет, я очень боюсь. вот кто-то, кажется, Владимир Александрович закончил тем, что риски очень велики. Вот именно потому, что неквалифицированные люди ведут этот не лифт, а корабль скорее, ведут совершенно не умея читать карту, не умея обращаться с механизмами и так далее. Все это, конечно, может привести к совершенно трагическим результатам, прежде всего, для нашей страны, в том числе и для правящей элиты. Но они об этом не задумываются, они думают о своих краткосрочных целях. Спасибо. Пожалуйста. Да, Зимин, спасибо. Какое полу выступления или полувопрос, если угодно. Кстати говоря, одно замечание, насколько мне известно, даже где-то мы когда-то участвовали, переговоры на деловом уровне с китайцами, Манвей была фирма, и сейчас она есть, которая телекоменционная оборудование директора. Значит, переговоры китайцы с русскими ведутся на английском языке, между прочим. Ну, это так, для спорадки. Значит, теперь вот такое вот высказывание полувопрос. Вот в той картине мира, которая создавалась при всех выступлениях, кончание холодной войны, второй столб и так далее, ни разу не было сказано по поводу изменения интеллектуальной картины мира и роли стран вот в этой вот мягкой силе. Значит, я хотел бы сказать, что даже в советские времена, где-то в 50-е годы, когда научно-технический прогресс, что в Штатах, что в Советском Союзе, значительной мере определялся госзаказом стороны военно-промышленного комплекса, ну и тогда, конечно, все это было далеко не одинаково, но тем не менее, было соизмеримо, к примеру, наша машина Бесм-6 тогда и американская Невак были как-то близки. За это время, за прошедшие десятилетия, когда прогресс стал определяться вот такими вот вещами, которые задает рынок, а не чиновники, разрыв между тем, что сейчас мы имеем в Советском Союзе и в Западном мире, в России сейчас, по-моему, стал такой, что даже тут сравнивать нечего. Все это сопровождается бегством интеллектуалов, грубо говоря, Зворыкина уезжают, их концентрация уменьшается, Бастырикина остаются, их концентрация увеличивается. Кстати говоря, по количеству силовиков на 100 тысяч жителей мы заняли одно из первых, не самое первое, но одно из первых мест в мире. Я думаю, что не только меня и всех нас пугает вот эта уж какая там по счету волна бегства из России. Мне кажется, что это крайне тревожный фактор, а некоторые говорят, что это кол в будущее нашей страны. И, по-видимому, эта ситуация в первую очередь и главным образом связана с политической системой в стране, отсюда и отсутствие индивидуальной свободы и так далее и тому подобное. Да уж, не надо говорить о состоянии высшего образования университета. Вот есть светлые пятна там типа Рэша, высшей школы экономики. Сейчас даже когда в университете там профессора там фигуры типа Дугина, ну какой нормальный человек может посоветовать своему сыну, внуку обучаться здесь? Да вы что? Как можно? Поэтому я хотел бы сказать, что вот в этой картине мира тот факт, что Россия, из России бежит интеллектуальная элита приводит к тому, что мы наблюдаем известное одичание. Меня, например, Штенов убил фактор, что вы знаете, какой печатный орган тираж его возрос за последние годы в разы? Нет, это журнал по астрологии или что-то в этом роде? По астрологии, там, гадания, астрология, что-то в этом роде. Вот, забыл его название, буквально вчера читал, восемь раз его тираж возрос за последние годы. Значит, рассуждая о тех столпах, на которых держится цивилизация, в какой мере справедливо и суждение о том, что мир начинает делиться на мир, который идет в сторону относительного одичания, и мир, на котором держится, по сути дела, весь прогресс. Я, никак не хочу сказать, что мир, где идет столь сильное научно-техническое развитие, технический прогресс всегда побеждает. Может быть, и на каком-то этапе смогут победить дикари. Короче говоря, Россия приближается к миру, куда входит Северная Корея, куда входят многие арабские страны. И вот это здорово пугает. Спасибо. Вы знаете, только что кончились экзамены, и мы принимали дипломы и так далее, и требовали от наших студентов того, что гипотеза это только начальный этап. Дальше мы говорили, нужны аргументы. Без аргументов мы не принимали работу или ставили плохие оценки. Сегодня я слышал несколько гипотез с очень малым количеством аргументов. За две минуты можно принести какие-то аргументы. Вот было две гипотезы. Одна, внешнеполитические проблемы это следствие того, что Россию все время ограничивали, других факторов кризиса не предъявлялось. И второе, что если бы вместо Путина был Акунин, то все равно было бы то же самое, потому что в мире то ли русофобия, то ли климат какой-то такой, бог его знает, это опять же непонятно, гипотеза была оборвана. Так вот, я хочу сказать, я хочу сказать, что если бы господин Чубайс притворял жизнь либеральную империю, то я думаю, что он был бы таким же либералом, как его сотрудник по Петербургской мэрии. Тут не важно, как фамилия звучит этого человека. Я могу сказать, что у противоположной гипотезы есть куча доказательств. Гипотезы того, что по мере реставрации советского образа жизни, советскости и имперскости в России воспроизводился и весь тот комплекс фобий, антизападных настроений и так далее, которые мы сегодня наблюдаем. Есть куча данных. В 91-м году по данным Левады 12% россиян говорили о том, что существует внешний враг, а 60% говорили, зачем искать врагов, враг внутри нас. Прошло несколько лет трудности реформы и так далее, все то же самое, что было во многих других странах, ничего специфического, никакого особого пути. Начало нарастать воспроизводство значит ну значит ностальгии по советскому, начали воспроизводиться весь комплекс советских советских фобий, они сработали до 98-го года, до Югославии, когда можно было бы сказать, что вот есть некие внешние обстоятельства, которые изменили общественное мнение. Так вот, до 98-го года уровень антизападной фобии в России внутри нас по внутренним причинам дошел до 64-х процентов. А к 13-му году он достиг фантастической цифры, фантастической, 78-го процентов наших сограждан еще до Майдана, до всего, до Бендеровцев, если бы их не было, надо было бы придумать, потому что спрос уже на них был. Значит, вот уже все это было, и все это выходило вовсе не из геополитических, а из внутренних причин. Теперь по поводу того, что вот если бы докобы, вы понимаете, существует некие объективные обстоятельства, при которых некая страна может играть роль не только международного, но и регионального лидера, ей нужно обладать неким статусом, некой привлекательностью, и не только экономической. Известный факт, почему германцы, пришедшие к кельтам, взяли римский язык, а германцы, пришедшие к тем же кельтам в Британию, взяли местный, потому что римский язык, и Рим был статусно значим, то есть нужна была некая статусно культурная подоснова для того, чтобы кто-то захотел у вас что-то перенять. Это только кажется, что вы можете всучить все, что хотите. Так вот, получается странная картина. Советскость в сознании восстановилась, а Советский Союз не восстановился. Россия в полтора раза меньше Советского Союза по населению, ее экономический разрыв по сравнению, Советский Союз был второй экономикой страны, мира, Россия далеко даже не пятая, значит, разрывы огромные. Средний возраст в СССР к 60-му году был 72 года. С тех пор мы мечтаем о том, чтобы достичь 70 лет. Мечтаем и вряд ли это еще получится. Чем больше будет затрат на Крым, на Олимпиаду, на футбол и так далее, тем в меньшей вероятности достижения этого. сегодня проблема такая, наши руководители сказочники, они играют сказку с катерцем обранка, экономика с катерцем обранка, сколько не возьму, все равно будет, все выстроится, но это только, значит, бабушки и старушки знают, что деньги они в тумбочке, уже руководитель, более или менее квалифицированный, должен был понимать, откуда деньги происходят. При таких вот посылках объяснять нынешние проблемы неким глобальным кризисам, которые, кстати говоря, еще раз говорю, никаких признаков того, что сегодня не работают институты, а в 99-м году они работали, есть проблемы внешних, а когда была иранская революция, что было лучше, я могу привести тысячу доказательств, что в 90-е годы уровень мирового кризиса был ничуть не больше, ничуть не меньше, чем сегодня. Поэтому нету доказательств гипотезы того, что произошло некое радикальное изменение внешней картины мира, и поэтому вот происходит наши проблемы. Зато есть куча доказательств того, что происходит внутренняя эрозия, деградация социальных основ нашей жизни, и они порождают кучу проблем и будут порождать еще больше. В том числе и в раму порядок. Да? Так. Микрик, можно? Пожалуйста. Это последний. А последний. Не дам ничего. Александр Белкин, я хотел возразить немножко тем, кто считает, что ничего не произошло и нет кризиса, во внешней политике есть, и очень большой. и я удивляюсь, что об этом мало говорят. И почему об этом мало говорит Запад, непонятно, допустим, потому что им отвечать за это надо, за бездействие. А почему у нас не говорят, потому что сами на шкоде или что что-то этим хвалиться. Я хочу сказать о такой вещи, чтобы такие, действительно, внесли существенный вклад в подрыв мирового международного права. Если вы помните, в Украине гарантировали, об этом говорили вначале многие, но не делали никаких выводов. В Украине гарантировали ту самую целостность, не возможность отнять в Украину Крым под видом того, что он самопределился, а целостность гарантировали. И гаранты были не только мы. Наша, как бы, свинская роль в том, что сами гарантировали, сами попрали, это ладно. А вот то, что, извините, там еще другие гаранты были. И магия 2014 года видимо настолько над ними на всеми давлела, что они очень боялись рискнуть и как-нибудь решительно действовать в том, чтобы остановить распоясавшегося хулигана. И до сих пор они это, понимаете, собирают силами и все думают, как бы так, чтобы и себе не нагадить, и экономику свою никак не поварить, и вместе с тем показать этим самым людям, где их место. Режим нераспространения Путин подорвал на многие годы, об этом мало говорят. Но после того, что произошло с Украиной, отказавшись от ядерного оружия, черта лысого, Иран когда-нибудь откажется от идеи обладать ядерным оружием. Рано или поздно, конечно, они это сделают, потому что Путин показал, что бывает с теми, кто добровольно, как приличный человек, от этого оружия отказывается. Большое спасибо лично Владимиру Владимировичу Путину. И в связи с этим возникает роль личности в истории, в частности во внешней политике. Что-то я не припомню, чтобы у нас накануне отторжения Крыма от Украины был какой-то внутри российский внешнеполитический или национальный диалог о том, что Крым требует, Крым зовет, Крым наш. Не было этого выражения, даже не было, оно родилось ровно после того, как уже эти самые зеленые человечки установили путинский порядок. Так вот, роль личности в истории нам показала, что никакие потребности внешней политики, никакие потребности национальные, никакие фобии Запада, ничего в данном случае не играли, роль играла, роль прихоть, дорость, как угодно. Одного человека, который вот решил, Крым наш, а теперь сидите и с этими разбирайтесь и делайте все, что хотите. А то, что у нас на десятилетии во внешней политике мы оказались изгоями, самопровозглашенными, об этом мало говорят, но фактически мы самопровозглашенные изгои. И этого изгоя будут гнобить не год и не два, а там ахина, которая разошлась на Западе, и именно в силу того, что с одной стороны, да, может быть не малоэффективны международные институты, с одной стороны, но с другой стороны, региональные институты зачастую действуют очень эффективно, и западный региональный международный институт будет давить, вот пока в этой стороне существует, она существует той форме, в которой она существует и с тем режимом, Я думаю, что нам в внешнеполитическом отношении эта жизнь обеспечена. И последнее еще хотел сказать, что мне странно, что мы с упорной стойкостью из века в век повторяем одно и то же. Не буду далеко уходить, просто про большевиков вспомню. Не помните, у них идея была какая? Чтобы не было богатых. Богатых. Мы получили всеобщую серость, бедность и так далее. Почему я не понимаю, в новой России не возникла идея, чтобы всем людям здесь жилось хорошо, а почему-то все стремятся к тому, чтобы нас опять начали бояться, чтобы опять мы были сильными. Карлик малюсенький, но обязательно с чем-нибудь раздутым. Вот это мне странно. Это какая-то, мне действительно кажется, психологическая, так сказать, национальная травма или болезнь, которая ни к чему хорошему не привезет. Спасибо. А можно одну секундочку? Буквально по поводу аргументации. Как вы говорили, советский империализм. Владимир Александрович сказал, что любой империализм – это войны. Так вот, где были колонии? Весь соцлагерь жил на советские ресурсы. Сейчас все эти, кого вы называли, они живут на наши ресурсы. Так в чем тогда империализм? Одни лукойки. Контроль. Контроль. Контроль какой? Ради собственного империализма. Ответ сам. Ради пикрофона. Спасибо большое за очень интересные комментарии. Ну, что-то меня убедило, что-то нет. Несколько ответных. Значит, по поводу того, что говорил Володя, что ничего не изменилось, распад империи идет. Да, распад империи идет, и, видимо, будет еще идти какое-то время. Долго. Но я не согласен, что ничего не изменилось, потому что распад империи – это не процесс в вакууме. Он происходит в остальном мире, а вот он изменился сильно. Вопреки вашему мнению, Миле Абрамовичу, что в 90-е годы было не меньше и не больше кризиса. Нет, мне так не кажется, потому что… Давайте сравним. Вот в 90-е годы был боснийский конфликт. Хорошо его разрешили, плохо, справедливо, несправедливо – это вопрос дискуссии. Но в какой-то момент, когда всем надоело, вмешались, все, вот так вы будете жить, посадили в Дейтоне, и они так и живут. Плоховато живут, но живут. А давайте сравним с тем чудесным результатом, который аналогичные действия вмешательства привели в Ираке, в Ливии, скажем, в Афганистане, еще все впереди. Вот это и есть кризис. Когда тогда могли… А вот лезут куда могут, лезут куда хотят. А это не кризис, когда лезут туда, куда не надо никак в жизни. Но это как раз и свидетельствует. Да, так вот. Что? Зачем? Ну, заново начнем всю дискуссию. Значит, так что изменилась окружающая действительность. Эта империя распадается в других условиях, когда раньше вот те страны, о которых говорят, что они бежали, да, но они куда-то бежали, а сейчас они куда бегут. Вот эти рассказы о том, что Европа поддержит Украину, извините, вот давайте подождем, сколько ей дадут, почему. То, что было сказано по поводу антироссийской мобилизации, совершенно согласен, естественно, а как в такой ситуации может быть иначе. Только давайте подождем, к чему она приведет. Антироссийская, антилюбая националистическая мобилизация, вообще говоря, может завести совершенно в разные стороны. Я не знаю, куда пойдет Украина, может быть, она мобилизуется правильным образом, а может быть и нет. Когда у нас как-то очень стало принято считать, что, ну и на Западе тоже такая позиция, что вот если бы не Путин, вот если бы не этот бандит, который лезет, диверсантов шлет в Донбассе, то ничего бы не было. Но это же неправда, что там не было проблем, там не было хамского совершенно поведения этой новой власти после свержения, когда они просто в упор не видели всех этих людей. Ну потому что считали, а кто вы такие, мы победили революцию и все. Ну так то, что там внешние силы подливают масло, ну а когда они не подливали в таких ситуациях? Ну просто и там люди со своей правдой, и там люди со своей правдой. Где? Нет, я не был, но я, в общем, у меня есть с кем поговорить, я слышу разные точки зрения. Ну хорошо, ладно. Отдельно, да, это отдельно. Давайте ходим, давайте ходим, а? Все, значит я прошел говорить, я прошел вот по-моему. Теперь, да, по поводу того, что американцы договорятся с Китаем, нет, не договорятся. Этого не будет. Другой вопрос, что это не означает, что Китай прямо будет с нами дружить и обслуживать нас, но с Китаем они не договорятся. Это системная конфронтация, которая накапливается, и она когда-нибудь перейдет в следующую фазу. Хорошо ли будет от этого Россия, не уверен, но это будет совершенно другая ситуация, и не благодаря нам, ни в коем случае. Я вообще удивляюсь, как-то в нашей дискуссии получается, вот это такой анти-анти-государственный дискурс. Вот государство считает, что Россия самая великая, и поэтому, значит, мы вот все решаем в мире теперь. А мы тут считаем, что Россия такая жуткая, что вот из-за нас весь мир, и вот пол пробиваем там, и в воронку засасываем. Боже упаси, ну откуда такое высокомерие по отношению к другим? Россия, да, существенный игрок, но, естественно, все, что происходит в мире, я уж не знаю, к счастью или к сожалению, не только из-за нас делается. По поводу того, что Россия везет, ну да, была такая статья, значит, везет ли ей дальше, мы увидим. Везение, как известно, вещь такая переменчивая, везет-везет, а потом, так сказать, выпадает другая карта. Что касается процитированной вами мысли, что Россия не способна к системной работе, я совершенно потому и написал, что так думаю, потому что, действительно, в сравнении с Китаем, другая национальная психология, другие стартовые условия, другое все, ну да, вот так вот. Ну тут, мне кажется, это просто вопрос вот некого менталитета, который вот так реализуется. Значит, по поводу приведенных вами примеров стран, которые добились успеха, давайте все-таки не будем сравнивать Молдову и Россию, ну совершенно разный масштаб. Вот Саша, на мой взгляд, совершенно справедливо сказал, это же не к тому, хорошо это или плохо, но естественный инстинкт любой крупной страны как-то пытаться влиять на другую страну, которая теоретически может стать ей соперником. Это азы, это есть геополитика, нет геополитики, это всегда было и будет. Россия, какая бы она ужасная ни была, хилая, слабая, зловредная, это единственная страна в мире, которая способна физически уничтожить Соединенные Штаты. И поэтому, исходить из того, что, ах, кто это такие, что-то мы на них будем мрачать внимание, не получится. И поэтому, ну что сравнивать с Молдовой или даже с Абудаби, где политический режим ровно такой же, как в Саудской Аравии, там просто финтифлюшек больше. Они действительно создают эти вот отдельные гетто для иностранных инвесторов, а руки или там за приубодеяние камнями побивают, там примерно так же, как в Саудской Аравии. Это какая разница. А Молдавии, кстати, безвизовый режим дали не тогда, когда там пришла к власти проевропейская коалиция. Когда пришла проевропейская коалиция, им долго морочили голову. А вот когда Янукович отказался от подписания ассоциации, немедленно одобрили безвизовый режим Молдавии, просто потому, чтобы показать этому, значит, идиоту, вот что вы потеряли. Так что, ну, манипуляция идет, и это, собственно, нормальное явление. Значит, по поводу бегства интеллектуалов и одичания, абсолютно это главная проблема. То есть, все остальное вторично. Это человеческий капитал, все определял раньше, ну, или очень много определял раньше, теперь он определяет все. И в этом смысле тут, опять же, не в геополитике дело. То есть, это катастрофа, которая, она как раз Россию и приведет туда, куда мы можем провалиться, в этот самый пол. В потолок. Ну, или в потолок, куда угодно провалимся, да. А вот по поводу журнала по астрологии, я как раз думаю, что это как раз очень характерно, не только для нас, потому что, вот, правда, никто не понимает, что дальше будет. Надеется, может, хоть бы астролог объяснит. Значит, по поводу, да, по поводу, вот, Эмилия Абрамович, по поводу того, что Россия сама воссоздала сначала советское, а потом уже стало это. Ну, да, конечно, я, собственно, и не говорил, что это исключительно извне пришло. Понятное дело, что у нас своя динамика, свои процессы, это отдельный предмет изучения, почему так вышло и почему, действительно, уже к 98-му году все стало возвращаться. Можно вспомнить, кстати, чудесные все эти, сделанные утонченными интеллектуалами программы «Старые песни о главном», которые романтизировали советское еще до того, как это стало. Но, что касается вообще ощущения враждебного окружения, помимо, да, действительно, этих инстинктов, которые не умирают, но все-таки после окончания Холодной войны военный блок НАТО, который за время Холодной войны не сделал ни одного выстрела, только и делает, что воюет, бомбит разные страны. Ну, да, там в каждом случае можно найти разные объяснения, но факт есть факт. То есть раньше не воевали, а теперь воюют, причем, ну, мягко скажем, под иногда весьма надуманными предлогами, как с тем же самым Ираком. И, в общем, не очень удивительно, что многие в мире, не только в России, которая вся в плену своего прошлого, но вообще многие в мире как-то несколько нервничают от, что ожидать-то от страны, которая вот таким произвольным образом применяет военную силу. Так что здесь одно сочетается с другим, конечно, это синергия, которая поддерживает друг друга. И в этом смысле, вот по поводу вашей мысли, что геополитика уходит, я думаю, что она никуда не уходит. Уходят, меняются формы, естественно, меняется форма применения, и Европейский Союз, который вообще не слышит такого слова, как геополитика, но то, что он делает другими инструментами нормативной экспансии, это то же самое, что раньше делали военные силы. Конечно, это более гуманно и, значит, приятно, но по сути это, так сказать, расширение сферы своего влияния. Да, она жива. Потому что она немедленно вступает в резонанс с вот этим вот миром, который весь находится в состоянии лихорадочного трясения. И это друг друга усиливает. Вот это да. И, конечно, это влияет и на геополитику тоже, потому что ты применяешь привычный метод, а получается другой результат в силу вот этого вот эффекта. Спасибо. Спасибо. Ну, во-первых, спасибо докладчику. Спасибо всем участникам семинара. Оппонентам уважаем. Я, например, получил большой заряд бодрости. Спасибо.